В зависимости от погоды на улице он либо закрывает, либо открывает подачу тепла. Это и есть принцип работы АТП. Автоматизированный тепловой пункт без помощи человека регулирует нужную температуру воды в батареях. В итоге жители платят за тепло не по среднему тарифу, а по количеству использованной энергии. В 2020 году мы проводили анализ на одном многоквартирном доме. Он АТП окупил на 78%. В среднем, если погода у нас не морозная, то получается до 36% идет экономия. В целом на квитанцию? В целом на квитанцию. Это результат программы энергоэффективного ремонта. В домах меняют системы тепловода электроснабжения. Собственники квартир в многоэтажках сами принимают решения и подают все необходимые документы. Критерии дом не должен являться аварийным или подлежать сносу. Кроме того, должны быть установлены общедомовые приборы учета. Схема такая. На спецсчете дома или в так называемом «общем котле» копятся деньги на капремонт многоквартирных домов. Их каждый месяц вносят жители многоэтажек. Если жители на собрании принимают решение провести энергоэффективный ремонт, из спецсчета или общего котла берутся на это деньги. До 80% потраченных средств на спецсчет дома или в общий котел может вернуть госкорпорация фонд содействия реформированию ЖКХ. Сколько процентов вернет фонд, зависит от экономии, которая появится в результате переформатирования дома в энергоэффективный. К слову, способов много. Мы можем поставить погодозависимое оборудование для того, чтобы дом потреблял меньше тепловой энергии. Можем утеплить фасад, чтобы дом тратил меньше энергии через стены свои. Можем утеплить чердачное перекрытие, чтобы меньше тепла выходило через крышу. Можем снизить затраты на электроэнергию, то есть установить регулируемые осветительные приборы. Но есть важный момент. Мало квартирному дому такой ремонт обойдется в кругленькую сумму. А вот экономия в квитанции вряд ли составит больше 10%. Об этом говорят специалисты Минстроя. Значит и возврат средств от госкорпорации будет минимальным. Так что выгодно подавать заявку только домам-гигантам вроде этого. И чем больше квартир, тем выгоднее. За период реализации программы у нас отремонтировано 22 многоквартирных дома. На сумму 47,9 миллионов рублей. Возврат фонда составил 22,6 миллионов рублей. То есть в среднем фонд вернул немногим меньше 50% на спецсчета и в общий котел. При этом Алтайский край в числе регионов, которые активнее всего участвуют в данной программе. Правда, касается это в основном Барнаула. Муниципалитеты за энергоэффективностью совсем не гонятся. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...